Здарова народ, с вами я, Мануэль, и сегодня мы поиграем в необычайно крутой мод, в котором нам предстоит выживать за Сидоровича. Думаю, многие из вас помнят игру Call of Duty Black Ops. Так вот, там был очень классный режим, зомби-мод, и тут есть нечто подобное. Друзья, этот мод нереально крутой, мне очень нравятся всякие моды на выживание, на волны, и давайте уже наконец-таки посмотрим. Я уже поиграл, и это просто шикарно. Да, это нуждается в каких-то маленьких там доработках, но этот мод шикарен. И я очень и очень надеюсь, что разработчик данной модификации не забросит её и доведёт это дело до конца. Всё, давайте-таки начнём. Здравствуй, братишка. Поверки представляет. Он лешет. Сидорович Фуры, демо. Тик. Вот оно что. Вот оно что, друзья. Что-то напоминает, да? Сразу же видно, напоминает зомби-мод из Call of Duty. Какие-то очки, дабл-поинтс. Я вам сейчас, короче, всё покажу. У меня просто все мысли взахлёб. Я стараюсь как можно быстрее записать. Вообще, друзья, это нереально классный мод. Фух, так вот. Сколько здесь примерно волн? Волн, по-моему, около десяти или меньше чуть-чуть. Это демо-режим, кстати говоря. То есть, эта модификация ещё... Иди сюда, подкину тебе кое-что. Да, Сидорович всякие фразочки отпускает. Это демо-режим. Мод ещё далеко не на финальной версии. И... Вот так. Всех убили и сохранение. Сохранение работает только во время перехода на следующую волну. По всей карте разбросано оружие. Например, вот тут лежало ружьё. Да, оно тут и есть. Далее, что ещё-то? Вот тут пистолет. Ну, разумеется, мы можем подходить и покупать на F. Деньги у нас чуть выше названия в правом нижнем углу. Вот M1911 и выше 6000. Это моё количество денег. В принципе, вы видите, что они бодренько сливаются. Пистолет здесь реально мощный. Какой же этот шикарный мод, друзья. Как я давно ждал этот мод. Вспомните модификацию, где нам... Перед Новым Годом она вышла или чуть-чуть после Нового Года, где мы против волн зомби, зомбированных сталкеров, выживали. Так вот. И я тогда сказал, вот бы кто-нибудь выпустил модификацию, где реально нужно против мутантов выживать. И так далее и тому подобное. И вот. Пожалуйста, такой мод выпускают. Я реально очень и очень рад. Так, это у нас сейчас будет уже третья волна. И я вам скажу, что да, это... Тут не только зомбированные. Тут мутанты. Тут сейчас... Тут такое мясо начнётся. Тут и плоти всякие, и кабаны, и химеры, и бюреры, и контролёры, друзья. И особенно меня порадовал финальный босс. Но я думаю, что всё мы сегодня смотреть не будем. Я выпущу только маленький кусочек. Так. Оставим одного зомбированного. У нас есть 9600. Ну-ка, если этого... Так, уйди отсюда. 9800. Этого всё равно мало. Блин, я вам хотел кое-что показать. Я так понимаю, что он остался последний, да. Давайте посмотрим на оружие. Я вам хочу его показать. Вот, например... Так, это что у нас было? РГ-6. Да, они просто висят в воздухе. Подходишь, покупаешь. И это круто, друзья. Ладно. Я просто не могу со своими эмоциями совладать. Реально очень крутой мод. У меня аж ручки трясутся, как у алкаша, который выпивает. Так, это у нас... Чучело. Тут было что-то или нет? Не помню. Нет, тут, к сожалению, ничего нет. Как видите, никаких аптечек нету. Никакой полоски здоровья. Но убить могут. Ещё как. Я умирал несколько раз. Так, там у нас было ружьё. Значит, на самом верху у нас СВД. Ну, давайте тоже покажу. Зомбированный еле-еле идёт. Ура! СВД с глушителем. И ещё также по карте тут спрятано... Что? Кстати, тут, по-моему, тоже что-то есть. Да, тут гаусс-пушка. Ну, давайте, ладно, подойду и поближе покажу. Гаусс-пушка. Я её не покупал. Она стоит целых 50 тысяч. Тут, по-моему... Нет, тут можно столько заработать, но это довольно проблематично. Также тут вместо ножа волшебная палочка. Смотрите, прикол. Авадакедавра! Всё. Только теперь за мной выехали из Министерства магии за использование запрещённого заклинания. Так, давайте поднимемся на самый верх. Только это очень и очень плохая идея, друзья. Блин, у нас ещё и патроны кончились. Ну, кончаются. Что у нас тут осталось? Вот она, СВДшечка. На неё мне не хватит. Да я бы её даже не купил. 10 тысяч. Хотя хватит, но нет, я её не буду покупать, потому что я хочу купить нечто другое. Также здесь есть П-90, Абакан, автомат Калашникова. И ещё различное оружие. Также оружие можно улучшать в неких коробочках и покупать аномалии. Да, это очень реально крутая вещь. Я вам попытаюсь всё показать, друзья. Но, блин, я так рад. Я не знаю, я прям как ребёнок рад этой модификации. Вот такая коробочка. Улучшайзер некий. Как улучшать? Ну, когда у нас будет определённая сумма, держим в руках оружие и отправляем улучшать. М19, например, вот Абб 20 тысяч. То есть надо на счету иметь 20 тысяч, чтобы улучшить наш кольт. Но это ещё не всё. Давайте пойдём до рандомной коробки. What the fuck? Сколько их там? Они нас пока не заметили, и это круто. Также тут и РПГ есть, и ещё что-то. Блин, какой же это крутой мод, друзья. Это то, чего я ждал. У меня сейчас переполняют эмоции. И сюда можно зайти. Там у нас Абакан, по-моему. Я его тоже брал, уже играл. Вот сюда я не заходил, только в это здание. Сейчас попробуем. Но сначала в коробку. Короче, это рандомная коробка. Видите, волшебный ящик. 10 тысяч. У меня как раз ровно столько. Я не знаю, что из него может выпасть. Давай вот волшебную палочку в руки возьмём, в таком случае. Проверю свою удачу, да. Бронежилет, походу, выпал. Ну, блин. Да, походу, выпал бронежилет. Я бы не сказал, что это очень годно, и что бы я хотел. Короче, я уже её использовал три раза. Ну, два раза без записи. Мне выпал тоже. Один раз бронежилет, и второй раз улучшенный вариант вот этого пистолета. Мустанг он назывался. Тут он так не называется. Давайте отправимся в это здание и посмотрим, что тут. Потому что я, как говорил, уже тут ничего не смотрел. И я сейчас реально впервые зайду, и, может быть, тут тоже какой-то ствол лежит. Пока нет. Если меня смотрит разработчик этой модификации, то посмотри, пожалуйста, до конца. И я тебе кое-что скажу, что бы стоило добавить. Но мод реально шикарен, друзья. Да, он, видимо, сделан на ТЧ, потому что графика такая себе. Но, блин. Да, тут реально есть пулемёт, что ли? РПК. На него нам, конечно, не хватит, потому что у нас совсем нет денег. Но сейчас мы пойдём и заработаем. Да, понятно, тут лежит пулемёт. И когда я подобрал Абакан, купил в том здании, там тоже он был с прицелом, с тем всем, но я купил, он был голый. Мне кажется, надо его улучшить, чтобы на нём всё появилось. Ну и на стальных пушках такое же, разумеется. Вот он, кстати, тут должна располагаться аномалия, судя по всему. Вот, покупочка аномалий. Поставить рядом холодец, 10 тысяч. Я уже покупал, и он реально очень круто работает. Ладно, давайте их наконец-таки убьём. Пистолет у нас ваншотит. И это очень круто. Особенно его улучшенная версия. Как же это круто, друзья. Если хотите видеть ещё одно видео по этой модификации, то, пожалуйста, ставьте лайк. Так, кончились у нас патроны, но у нас есть... Ой, да мы с ними совсем не справимся. А вот и кедавра! Ой, ё-моё! О, беги, беги, беги! Сидор, всё, хана! Друзья, всё, меня загрызли. Это было просто невероятно. Сидорович! Блин, нам не помогла павочка. Просто, знаете, надо заклинание, которое... На толпу, ну... Короче, вы меня поняли. Друзья, посмотрите-ка, человек-паук, она по стене... А, они там по лестнице куда-то поднимаются. Сидорович, что это такое. В общем, мод очень шикарен. Так, давайте-то... Вот, да, я уже всё прошёл. Побеждён босс меченый. Ну, блин, заспойлерил. Да, там босс меченый, короче, в конце. Если меня смотрит разработчик... Если меня смотрит разработчик, что бы я тебе хотел сказать? Вот эти пушки все неплохо было бы подсвечивать. То есть, если бы у них была подсветка... Кстати, пойдём ещё раз рандом бокс крутанём. И это было бы реально очень и очень классно. Потому что так они как-то не очень заметны. Да и коробки можно подсвечивать. Мне кажется... Я не знаком с моддингом на сталкер, но мне кажется... Ясно. Типа... Типа кот в мешке. Типа ничего не выпало. Ну, говно какое-то. Это тоже прикольно ты придумал. И я бы тебе советовал подсветить... Эээ... Все... Эээ... Пушки разбросанные по карте. А также добавить немного рандомности. Потому что, видишь, я уже всё знаю и... Ну, это как-то, я не знаю, наверное, добавит... Интересы, что ли. Когда всё будет рандомно. Пушки. Ну, распределение свалов будет всё рандомное. И... Ну, пока всё. Пока я ничего большее могу посоветовать. Мод реально крутой. Может быть, в подвал. Сходим и посмотрим, что там. Так, тут у нас... Тоже что-то лежало, я помню. Так, а... Или нет? По-моему, тут что-то лежало, друзья. Ух ты! Пока-пока. Кстати, тут же они... Опа! Ритусе про... Экспеллиармус. Все заклинания, вспоминаете. Мы их прям зажали. Давай-да... Ой, нет. Всё, убили, короче, меня. Павочка немного сложновато. Но она ваншотит всех. И это очень круто. Но она... Видите, всё равно не справилась. Немножко медленная. Что же, друзья, на этом всё. Я обязательно запишу ещё раз ролик. На этот раз с полным прохождением модификации. Она не так уж и много времени занимает. Ох... И какая же она классная. И... Там уже пройдём. Посмотрим на финального босса Мечного. Я покажу его вам. Ставьте лайки, если хотите, чтобы вышла как можно скорее следующая модификация. Если лайков будет достаточно много. Если вам понравится этот мод, то... Я выпущу уже на следующий день. Если нет, то... Ну, значит, через день. В итоге всё равно выпущу, друзья. Реально классный мод. Пишите, что вы думаете о нём. И... Не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. Что ж, а с вами был Мануэль. Всего вам доброго. И до скорых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok